Всем привет! Сегодня мы поговорим немножко про адаптацию, про эти этапы. Все их проходят, я думаю, вы многие гуглите и узнаёте, да, этапы адаптации вашей психики, как это происходит. Я с точки зрения психологии своего личного опыта, потому что через это то же самое всё проходило, дам небольшую рекомендацию на эту тему. В логике у нас проходят логично все этапы, потом мы адаптируемся, социализируемся и так далее, чувствуем себя хорошо, но бывает, что люди застревают на некоторых этапах адаптации к другой стране, это не касается Турции, а вообще эмиграции любой, или смены какой-то обстановки радикально в вашей жизни, можно даже не уезжать куда-то, это может быть внутренняя эмиграция. Эти этапы, которые вы могли за гугли их почитать, да, некоторые, они растягиваются, застревают, и что-то тормозится в этом процессе, человек страдает, у него может быть депрессия, может себя плохо, хоть некомфортно чувствовать, и, например, вернуться обратно, поменять свои решения как-то импульсивно или не импульсивно, и чувствовать себя слабым, и невозможность такого, что я не могу адаптироваться, возможно, во мне какие-то проблемы, начинать себя копаться, что-то узнавать. И здесь я сейчас буду говорить на примере эмиграции, когда выходят замуж девушки, меняют страну, переезжают, скажем так, отчасти не по своему большому желанию, как эмигрант, например, политический или еще какой-то, да, а эмиграция из-за того, что там у меня муж, любовь, вся история, то есть я как бы не особо-то хочу переезжать. У нас здесь уже сразу фокус идет, это позиция жертвы, то есть какая не по моему желанию. Я жертвую собой, своей карьерой, своей страной, своими родными, их общением для переезда, для вот этого человека, для этого союза, для этого будущего нашего совместного. Я жертва. Это не говорит о том, что партнер вас не должен слышать, помогать, поддерживать. Естественно, вы как родившийся только что ребенок, без языка, несамостоятельный, в новой стране, куда переехали, и он ваши руки, ноги, глаза, ваш язык, и он о вас заботится первое время, как о грудном маленьком ребенке, у вас начинается адаптация. Вот если мы будем нести в себе позицию жертвы, я пожертвовала собой ради этого брака или ради этих отношений, я переехала не потому, что хотела, то ваши этапы адаптации могут затягиваться, вы от этого страдаете, вы, скажем так, хуже этим делаете. Хочу для того, чтобы какие-то задать себе вопросы, себя в этом услышали. Первое. Я переезжаю по своему желанию или так надо? Если так надо, для кого и для чего это нужно? Скорее всего, там будут скрыты ваши желания. Это нужно для меня, потому что я хочу этого человека видеть рядом с собой, вижу его отцом моих детей. Мне с ним комфортно, безопасно, защищено там и так далее, и так далее, и так далее. Чем быстрее вы уйдете от позиции «я жертва и мне должны», тем быстрее пойдет, к сожалению или к счастью, сдвинется ваша адаптация. Почему наша психика в эти моменты острые, даже если я осознанно все это сделала по своему желанию, но я чувствую себя незащищенной, жертвой и так далее. Здесь у нас включаются наши немножко, назовем так, моменты, элементы нашего детства, потому что мы реально, происходит дауншифтинг, мы опускаемся на уровень ребенка, который не может самостоятельно ходить, говорить, обрабатывать себя, решать свои проблемы, терять контроль над своей жизнью. Когда вы вчера еще были взрослым, самостоятельным, самозарабатывающим, успешным человеком, у вас тут такое, вшух, просто это падение огромное вниз. Это очень внутри противится, да, сопротивление огромное этому есть. И для того, чтобы быстрее адаптироваться, вам можно как можно быстрее становиться самостоятельной, учить язык, обзаводиться социальными контактами, куда-то выходить, самой что-то решать, возвращаться на вот этот социальный, не прям социальный уровень, а вот на уровень самоуважения, если так можно выразиться, который у вас был до этого в вашей стране, до того, как вы переезжали. То есть вот эта жертвенность, это вот этот дауншифтинг, вынужденная часть, да. Я вроде бы за счастьем еду замуж, выхожу, но я опускаюсь на дно, на состояние беспомощного и беззащитного, назовем так, ребенка. Это повышение тревожности, опасности, всегда неуверенность в завтрашнем дне, автоматически вот эти чувства. Если у вас в детстве с этим проблемки были с родителями, это все мы умножаем на два, а то и на три, вот эти чувства гораздо больше. Или если вы фрик-контроль, человек контролирующий, все, вам просто тяжело позволить себе этот дауншифтинг, потому что тогда теряется контроль. Я не самостоятельный, я не могу, мне становится автоматически небезопасно. И внутри возникает это сопротивление к адаптации, вот эти процессы адаптивные, они замедляются. Вы тормозите, потому что вы тратите свои чувства, свои силы на вот эту проработку внутри, на сопротивление, а что было тогда, на самопоедание, на депрессию. Но депрессия не в прямом смысле как заболевание, скорее всего, может быть, астеническое состояние, у меня нет сил, слабость, нет интереса, ничего не хочу, ничего не буду, не знаю, вообще нервность повышенная, агрессия, раздражение. Как правило, такие характеристики этому идут. Что мы делаем для того, чтобы быстрее, с этим многие сталкиваются, но и все в это вот так уходят, да, и вот в этом застревают состояние. Ответ очень простой, вы, наверное, его уже поняли о том, чтобы быстрее ускорить свою адаптацию, пройти эти сопротивления, мне надо отказаться от позиции жертвы, которая жертвует собой, своим бытом, своей жизнью, для вот этого человека. Опасность. Когда мы так себя ведем и так думаем, рассуждаем, мы наделяем экстра, чересчур ответственность на нашего партнера, мы на него давим. Ты обязан, ты должен, я ради тебя это сделала. Нет, это не про здоровые отношения. В здоровых отношениях я это делала для нас. Я это делала для себя, это было мое желание, я хочу там день замуж, детей, там брак с этим человеком, или будущее я с ним вижу. Это мое желание. И я это в первую очередь делаю для себя, во вторую очередь для нас, и в третью для тебя, потому что ты тоже этого хотел. Твой запрос был, ты мне предложил, ты меня перевез там, ты меня перетащил и так далее. Нужные слова, короче, используем. Вот как это звучит. Если мы начинаем с позиции, я ради тебя, ты заставил, ты перетянул, ты сказал, что все здесь решишь, что все будет схвачено, за все заплачено и так далее. Вот эта позиция не равная, партнерская для здоровых отношений, а с позиции, я слабая, я тебя виню, я тебя заставляю. Проблема не в помощи его, в какой-то бытовой решает проблему, пусть он решает, но для вас всегда будет ощущение, что недостаточно. Недостаточно меня слышит, недостаточно решает, недостаточно развлекает, недостаточно, недостаточно, недостаточно. Мне всегда мало. Я, потому что я ребенок, Позиция-то детская, жертвенная. А дети у нас что? Дети-потребители. Они все забирают, ничего не отдают. И у нас тогда в отношениях может быть диссонанс. Мужчина, а партнер ваш такой не понял. Я только все отдаю, отдаю, ей все мало. Я отдаю, отдаю, она все раздражена. Я отдаю, отдаю, она в итоге недовольна. Ей все не так, ей все не нравится. Я, видимо, какой-то проблемный. Или в ней проблемы, или я недостаточно хорош. У нас партнеры тогда отдаляются. А если в этот момент беременеть, вы ходите замуж, урожаете ребенка, еще больше отдаления, потому что ребенок появляется. Короче, претензий больше. Чей тяжелый период. Соответственно, если мы убираем здесь позицию «Я ради него, я жертва, я бедная, несчастная», как это мы начинаем делать? Для начала в фразах, когда мы об этом говорим, мы стараемся останавливать себя и говорить фразы «Не я ради него пожертвовала, я переезжала ради себя». Я это сделала для себя. В первую очередь для себя. Это мое желание. Если оно, кстати, ваше. Просто, если оно не ваше, а действительно вас заставили, ну, наверное, вы здесь в плену каком-то, в рабстве, и вы ждете, когда дернуть обратно. То есть, если вы чувствуете, задавали все вопросы, и ответ «Это не мое желание», я бы порекомендовала не оставаться, уехать обратно и жить по своему желанию. Потому что вот это противостояние хорошим ничем не выйдет. Оно вашим желанием никогда не станет. Даже если супер-мега будете все натягивать, стараться все вокруг любить, у вас все равно внутри будет подавленная агрессия, стиснутые зубы, раздраженность, которую вы не будете себе позволять выпускать. Вы когда-то все равно взорветесь. Из вас это выльется. Или вы будете злым, желчным человеком, но не принимающим, живущим не по своему желанию. Это, кстати, к тому отсылке видео «Как жить по своим желаниям». Помните, я вам говорила, это все немножко оттуда идет. Потому что, когда ты живешь по своим желаниям, тебе все в кайф, тебе в радости приятно. Даже невзгоды и проблемы ты переживаешь и проживаешь легко, с удовольствием, некая даже благодарность. Это философская немножко тема, да, это отношение к жизни, к тому, что с тобой происходит, подстройка под обстоятельства, меньше сопротивления, жить легче, скажем так, и счастливее, проще. Так вот, для тех, у кого застряла адаптация в другой стране, если вы переезжали, делаем упор на отношения, любовь и так далее, помните, в первую очередь, вы делаете для себя. Это ваше желание. Партнер, да, многое мог обещать, но делает то, что может. Но тоже не рассчитывал, что это будет так, например, тяжело или трудно. И вот тоже понять в этом можно. Ваша задача сейчас подкреплять и поддерживать диалог с ним, проговаривать свои чувства. Мне тревожно, потому что то-то, то-то. Мне неудобно, то-то-то. Я злюсь, когда то-то, то-то. Зачем мы это делаем? Обнажаем наши эмоции. Когда говорят, проживите эмоции. Вот проживать эмоции, то есть ими делиться, позволять их себе чувствовать. Это первый этап и уровень. Понять, что у меня это эмоции есть. Второе, не зажимать, а позволять себе прожить, позволять позлиться, поплакать, порадоваться, посмеяться, погордиться, например, с собой. От ситуации зависит. И следующий этап. И экспрессивно выражать эту эмоцию, не бояться, не стесняться партнер, что тебя не примут. Это вся история немножко из детства, да, или окружения, когда мы росли, что тебя не принимали с эмоцией. Очень часто эмоции подавляют, хотят видеть только хороших детей или там родственников. Плохой, или какие-то виды, категории эмоций зажимаются. Вот быть любым, какой ты есть, своему близкому, родному, партнеру уже на данный момент. Делиться, показывать, что эмоции есть. Если он сам зажат, он у вас просто увидит это раскрепощение, это, кстати, было на курсе здоровых отношений на одной из лекций, если хотите, подключайтесь к нему. Как вот этот диалог в партнерство, в отношениях сделать? Вот так. Показывайте, что есть эмоции, что злиться или раздражаться, это нормально. Потом можно высказать все, но помириться, договориться, обнять, поцеловать, поддержать друг друга. И ваш партнер, если он тоже закрытый, вы вообще изначально два закрытых таких человека эмоциональных, не позволяющих, избирательно любящих неестественной любовью, безусловной, вы можете прийти к безусловной любви. Ему нужен пример. Он может брать его от вас и раскрываться при этом, увидеть, что, ой, она меня таким примет, ой, она не боится, ой, а вот таких границ нет. И он сам потихонечку со временем начинает позволять себе тоже эмоции и устанавливается вот этот диалог. Поэтому я здесь адаптируюсь, я переехала в первую очередь для себя. Да, здесь другая культура, другой менталитет, другие какие-то условия. Но моя идея, для чего я это делаю, не жертвую собой, не короче, слово жертва к себе в этом контексте не принимаем. Это мои правила жизни, я так хочу, несу за это ответственность. Когда мы только говорим, я пожертвовал, я снимаю себя ответственность. Ответственность за происходящее, за те эмоции, негативные или злые, или еще какие-то, которые я сейчас испытываю. Вот жертвенность снимать ответственность. Нет, блин, я ответственная, это мой выбор. Потому что я люблю, например, этого человека, я верю в наше светлое будущее, у нас есть шанс, я его люблю, он любит меня, там, тра-та-та-та-та-та-та. Соответственно, отношение к обстоятельствам, к адаптации, к людям, не той культуре, идеи, там, оно другое. Менее агрессивное, менее сдавленное, менее негативное, потому что у вас четко цель вырисовывается. Во-первых, я несу за это ответственность, во-вторых, я люблю этого человека, у меня есть цель, которой я иду. И тогда адаптация моя идет, быстрее я таким образом борюсь вот этим сопротивлением, которое у меня внутри. То есть мы не жертвы, запомните. Это мой выбор, это моя правда, и я это делаю для себя. Если при ответе на эти вопросы у вас и возникает ощущение, что нет, это я не выбирала, как-то так, тогда отматываем, пожалуйста, это не ваше, вы это поняли, лучше сейчас с этим разобраться, решить на месте, а не потом, когда-нибудь, когда у меня будут дети, брак и все прочее, понимать, что, блин, оказывается, тут ощущение мне не нравится, и человек этот не нравится, и еще не свою жизнь живу, и вообще я глубоко несчастный. Это просто протащить вот эту позицию жертвы, безответственную, гораздо дольше, она обрастет с проблемами новыми, ну, короче, будет мне очень окей, приятно спустя годы это узнать, вскрывать в себе, что-то с этим делать, потому что так жить постоянно будет очень трудно, больно, но вы не будете получать удовольствие от жизни, вы будете страдать, зачем будете страдать, но жизнь одна, она даже здесь и сейчас, и, скажем так, для того, чтобы, вот кайф, это жить сейчас, свое удовольствие, не то чтобы удовольствие, чтобы мне хорошо было, кайфовать от процесса проживания жизни, поэтому всегда старайтесь обращать внимание на свои желания, все ли так идет, как вам хочется, если ничего можно поменять, а что сделал, что мне хотел, где мое желание вообще, надеюсь, то, что я рассказывала, было понято, я на это очень надеюсь, это мой личный анализ, это и психология, и мои личные переживания, что мы видим, мне, так честно скажу, не буду врать, кривить душу, у меня мало было сопротивления, оно у меня было первый период времени, если мы уберем эту квалификацию, адаптацию, она мне очень легко прошла, честно скажу, возможно, потому что у меня была цель, желание, я по своему желанию это делала, вот изначально, а не просто сопротивления, у меня были, конечно же, моменты, когда я думала, я все бросила, у меня карьера была, там, социальная жизнь устроена, друзья, очень меня тянуло, друзья и родственники, у меня очень сильные, тесные семейные связи в нашей семье, мы все праздники, всегда вместе, вот эта вот вся история, и для меня это было болезненно, не быть на днях рождения, а потом все-таки старые родственники начали умирать, естественный, да, процесс, мне было очень трудно летать, переживать, это были моменты, когда у кого-то на похоронах я не смогла побывать, потому что тупо, там, самолет условно я бы не успела долететь и так далее, вот эти моменты для меня были очень тяжелые, вот этот разрыв с семьей какой-то, в общем, это все можно преодолеть, вот так вот я вам скажу, и я вам этого всем желаю, надеюсь, у вас, если есть вопросы, пишите в комментариях, надеюсь, все было понятно, напишите свой опыт, адаптации, что вам помогло, потому что мне все равно смотрят, кто только планирует переезжать или сейчас переехали, и это очень ценный будут комментарии для этих людей, у кого есть опыт, поделитесь им, пожалуйста, не обязательно в вопросе Турции и других каких-то странах, как вы себя ощущали, было ли у вас вот это заторможение, заторможение, ощущение себя жертвой и так далее, были такие сопротивления. В инфобоксе под видео моя почта для записи на индивидуальные консультации психологические, или вы можете прислать историю от анонима, я в видеоформате отвечу, дам комментарии на ваше письмо. Также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!